Говорит Черкесск В эфире информационно-аналитическая программа Радио Карачаева Черкесии «Ракурс» Доброе утро, уважаемые радиослушатели! Сегодня понедельник, 12 февраля В студии Альбина Ухтова Я приветствую всех, кто настроился на волну республиканского радио Коротко о главных темах сегодняшнего выпуска Меры социальной поддержки семей в республике Права детей с ОВЗ в современном мире В селе Ильичевском Прикубанского района Прошел форум отцов на тему Авторитет отца и его влияние на развитие личности ребенка Мы вернемся в студию через несколько секунд Не переключайтесь Альбина Ухтова Продолжаем программу Ракурс С этого года в Карачаево-Черкесии, как и во всей России, введем новый вид социальной поддержки семьи А также появились возможности для использования материнского капитала Продолжают действовать и большинство ранее введенных выплат На какие же виды материальной помощи могут рассчитывать семьи, решившие завести детей? Все выплаты, предоставляемые семьям с детьми в республике, можно разделить на государственные Их выплачивают во всех регионах страны и региональные, которые действуют только в Карачаево-Черкесии Как мы уже сообщали, по решению главы Карачаево-Черкесской республики Рашида Тимрезова Начиная с 2018 года будут возобновлены выплаты, назначаемые в случае рождения третьего ребенка И последующих детей до достижения ребенком трех лет В рамках исполнения данных поручений разработан законопроект, который будет рассмотрен депутатским корпусом республики На территории республики действуют как федеральные меры социальной поддержки различных категорий граждан, так и установленные на уровне субъекта В полном объеме выполняются определенные майскими указами президента индикаторы по повышению заработной платы в сфере социального обслуживания, образования и здравоохранения В республике установлена дополнительная мера социальной поддержки многодетных семей в виде ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка Или последующих детей до трех лет, сказал министр финансов Карачаева-Черкесии Рустам Ильканов По поручению главы нами сейчас принимается закон, рассмотрен уже на правительстве, рассматривается на данном этапе Будет носиться в народное собрание, на связи в народное собрание, в ближайшую Так как из-за нехватки средств в 2017 году была приостановлена ежемесячная денежная выплата на рождение третьего ребенка и последующих детей И в соответствии с указом президента мы в случае снижения коэффициента рождаемости должны эти выплаты выплачивать И попадаем в список тех регионов, которым помогает и федерация на выплаты данных средств Это 9231 рубль, уже сейчас это начиналось с 8000 рублей На данном этапе это 9231 рубль ежемесячно до достижения трех лет И мы будем продлевать его с 1 ноября 2017 года родившимся, так как было приостановлено Также в целях роста демографии у нас принят и материнский капитал, и вот эта выплата И на третьего ребенка еще предоставляются, как вы знаете, земельные участки Эти все меры на то, чтобы повысить демографию в республике, надеемся, они дадут результат На данном этапе мы изыскиваем средства, так как федеральная часть предусмотрена в размере 217 миллионов Остальная часть это республиканская, у нас где-то пополам на то, что уже было предусмотрено 217 федеральных, там 215, по-моему, наших средств И на увеличение на данном этапе нам необходимо изыскать 143 миллиона рублей Работа сейчас проводится, мы где-то будем урезать, где-то повышать нашу доходную часть Учитывая то, что где мы можем, да, видим потенциал И за счет этих средств это полностью ложится на республиканский бюджет И будем изыскивать эти средства После принятия и всей нормативной базы эти выплаты начнут выплачиваться На детей, родившихся с 1 ноября 2017 года На тех, которые ранее, на них и так выплаты сейчас производятся А именно 2017-2018 возобновляем эти выплаты После сессии уже это какой-то период займет еще на нормативную базу И в дальнейшем уже выплаты должны будут выплачиваться В инфляции ежегодно проводится индексация данных выплат И в связи с этим увеличилось до 9231 рубля Ежемесячная денежная выплата – это средства республиканского бюджета Софинансируемые из федерального бюджета в виде субсидий На реализацию дополнительной меры социальной поддержки населения В данном случае – в случае рождения третьего ребенка и последующих детей До достижения ребенком возраста трех лет И, по словам министра, эти выплаты могут быть приостановлены Все будет зависеть от коэффициента рождаемости Все зависит от коэффициента рождаемости Если это даст нам толчок на рождаемость Тогда и будет у нас коэффициент рождаемости выше среднероссийского В таком случае имеем право приостанавливать Если будет ниже, мы должны будем его принимать в дальнейшем Для поддержки рождаемости уже с января 2018 года Начата реализация целого ряда новых мер поддержки российских семей В первую очередь необходимо установить ежемесячную денежную выплату Которая будет предоставляться при рождении первого ребенка И выплачиваться до достижения им полутора лет И, по словам президента нашей страны Сумма будет вычисляться из размера прожиточного минимума ребенка Установленного в субъекте Как метко заметил региональный министр Рустам Эльканов У нововведений одна цель – повысить рождаемость Цель одна – это повысить демографию в Российской Федерации И вот по регионам делается анализ Там, где низкий коэффициент рождаемости Необходимо принимать дополнительные меры по росту демографическому На данном этапе у нас на первенце то, что указ президента Это чисто за счет федеральных средств будут выплаты выплачиваться Уже поступают транши, мы уже начинаем выплачивать Но в этом месяце будет на первые выплаты На первого ребенка, на второго, вы знаете, мат-капитал, есть материнский капитал Плюс есть еще дополнительные выплаты и по этому закону, который по указу президента На третьего ребенка у нас данные выплаты, плюс земельные участки На четвертого ребенка у нас материнский капитал предусмотрен, это чисто региональный И вот эти все меры, надеемся, дадут результат по росту демографии у нас в республике, ну и в стране в целом Ну вот здесь будем анализировать и с точки зрения нагрузки на бюджет И с точки зрения того, какие меры более дают дальнейший рост То есть будет анализ, будет мониторинг И после этого будем принимать решения И уже, конечно же, как глава решит, так мы в дальнейшем будем думать, какие выплаты будут исполняться Введение новых законов и мер социальной поддержки семей сводится к повышению рождаемости Как в регионе, так и в России в целом Но будем надеяться на то, что повышение коэффициента рождаемости Не приведет к отмене выплат на третьего и последующих детей Весь комплекс мер, действующий в Карачаево-Черкесии, призван помочь семьям с детьми Их задача – повысить уровень жизни и благосостояние семей Снять с родителей часть финансового груза Субтитры подогнал «Симон» Продолжаем информационно-аналитическую программу «Ракурс» на календаре понедельник, 12 февраля В студии Альбина Охтова В школе села Ильичевского Прикубанского района прошел форум отцов Авторитет отца и его влияние на развитие личности ребенка По итогам работы участниками мероприятия было принято обращение по усовершенствованию воспитания учащихся И был избран новый состав Совета отцов Подробности в материале Булду Байрамуковой Ежегодно по инициативе Министерства образования и науки И при активной поддержке администрации главы правительства республики Проводится форум отцов Мероприятия родительской и педагогической общественности Главной целью которой является массовое вовлечение отцов в процесс воспитания Следует отметить, что в республике все этапы форума отцов А это классные, общешкольные, муниципальные и республиканские Проходят на высоком уровне Так, в среднеобщеобразовательной школе села Ильичевского Обшешкольную форму отцов прошел согласно всем требованиям Педагогический коллектив к мероприятию подготовился основательно Каждый папа лично получил приглашение и предложение Активно участвовать в совместной работе педагогов и отцов Свои номера художественной самодеятельности С волнением репетировали учащиеся Которые в костюмах больше походили на артистов Им предстояло выступить для любимых пап Которые являются для них большим авторитетом И их мнение имеет большое значение Встречала гостей заместитель директора по воспитательной работе Почетный работник общего образования Российской Федерации Алимат Сююнчева Она поделилась своими впечатлениями И очень тепло отозвалась о родителях Не часто приходится видеть на наших общественных мероприятиях Посвященных воспитанию детей Такое количество отцов, как сегодня И это нам очень приятно Сегодня, что мы собрались здесь И пытаемся решить давно наболевшие вопросы воспитания в семье Отец должен принимать участие в воспитании детей Вы все знаете пословицу Один отец стоит ста учителей И я думаю, что для ребенка в любом возрасте Очень важна любовь отца в первую очередь Папа должен уметь все Я считаю, что папа на сегодняшний день Должен даже уметь делать больше, чем мама Мы полностью опираемся на родителей На сегодняшний день многие родители Являются примерами для воспитания своих детей Октавый зал был оформлен по теме форума Были размещены плакаты с цитатами великих людей и пословицами К примеру, ты не просто гражданин, ты отец Семья – это один из шедевров природы Один отец значит больше, чем сто учителей Стать отцом совсем легко А быть отцом, напротив, трудно И так далее Для участников форума был подготовлен ролик О счастливых взаимоотношениях отцов и детей Вело мероприятие директор школы Почетный работник общего образования Российской Федерации Тамара Байрамукова, которая не понаслышке знает уровень знаний И воспитания каждого ребенка И владеет всей ситуацией в каждой семье всех учащихся Она не только знакома со всеми родителями Некоторых когда-то обучала сама Именно поэтому ей ясны цели и задачи по устранению И решению имеющихся проблем По традиции были обсуждены проблемы и успехи учащихся За отчетный период Заслушаны доклады педагогов и выступления отцов Был отмечен существенный прогресс в воспитании Благодаря слаженной работе учителей и родителей В частности отцов Это отметила глава района Хусейн Казиев В своем выступлении он поблагодарил директора школы За организацию работы педагогического коллектива А также за совместную работу учителей и родителей Отцовская рука, отцовский авторитет Пример отца Никакие другие воспитательные органы не могут заменить Мы хотим привлечь отцов к воспитанию детей Потому что сегодня уже мы видим Что никакие спортивные, культурно-массовые и так далее Не справляются Многие дети наши видят Что авторитет для них, если отец, допустим, не может Такой крепкой рукой его поставить на место Учить его воспитать своего ребенка Он должен быть примером Для ребенка отец должен быть, знаете, символом Таким непререкаемым авторитетом Которым одним взглядом, даже без слов Ребенок должен появиться Сегодня нам нужно будет сделать так, чтобы Был авторитет родительства Отец львиную долю воспитания ребенка Может взять на себя Наверное, надо брать пример с наших стариков Которые воспитывали нас Это такая плеяда была Где они были примером для всех Когда мы росли Каждый из нас чувствовал, что Не только отец может сделать замечания Но замечания сделали бы и друзья наших отцов И соседи И все, кто односельчане Могли, если заметить, что Ребенок себя неправильно ведет Делать замечания И это было правильно И никогда в жизни родители не возмущались Почему моему сыну сделали замечания У нас чужих детей нету Все дети наши Говорят, я за своим слежу Я воспитываю, делаю А мне дела нет до соседского ребенка Вот поверьте, вот этот соседский ребенок вырастет И не будет давать жить тому ребенку Которого вроде бы нормально воспитали Школа сильно помогает нам, отцам Я тоже отец Пятерых детей Если уже стал отцом То доведи свои отцовские обязательства До логического завершения Форум отцов длился несколько часов Было много выступлений Каждый доклад был актуальным И обсуждался с собравшимися От имени отцов и от себя лично Учителя поблагодарил Рашид Чамаев И предложил свою помощь в случае необходимости Хотел поблагодарить учителей этой школы В первую очередь Мы сами пускай не в этом здании Мы учились в этой школе Многих преподавателей знаем Хотел вас от всех присутствующих здесь родителей Еще раз пожелать вам крепкого здоровья Успехов, благополучия В вашем тяжелом, не таком нужном трубе Я по роду своей деятельности По своей службе сталкиваюсь Когда ребенок попадает в очень тяжелую ситуацию Связанную с наркоманией С употреблением алкоголя И так далее Малолетние дети Очень печальная статистика у нас в республике Если у кого такие проблемы возникают Я хотел бы, чтобы все знали Обращались ко мне Я рад вам с этого села Предложение молодого отца Учителя восприняли как должное Но по словам заслуженного учителя Карачева-Черкесии Патимаша Даковай Вряд ли этой помощью придется воспользоваться Ведь среди 177 учащихся Нет даже тех, кто был бы замечен с сигаретой Педагог с 47-летним стажем подчеркнула Что хорошему воспитанию учащихся Способствует еще тот факт Что в селе Ильичевском живут представители Коренных народов республики Обыча и традиции которых являются Лучшим составляющим в деле воспитания детей Народная мудрость гласит Каков отец, таков и молодец И еще не тот отец, что вскормил, вспоил А тот, кто уму разуму научил Какие бы времена не наступали Ответственность за воспитание ребенка Лежит на отце Как сказал отец семье Как должно быть семье Нам, конечно, очень на руку И помогает нам То, что мы живем в такой местности Где слово «отец» звучит совершенно После Бога, скажем, на первом месте Отец, вот сказал отец И то, что у нас нет правонарушений И то, что у нас не курят Я уже не говорю об остальных Плачьих вещах Которые сейчас присутствуют Среди молодежи Это не просто так делается Это делается, сообща всем коллективам В главе с нашим директором Ничто у нас не проходит мимо Ничто не забывается Ни на что глаза не закрываются Мы всегда советуемся Как нам быть с таким случаем? Активное участие в воспитании Подрастающего поколения Принимает и администрация Сельского поселения Глава администрации Рамазан Вайрамуков Считает, что в селе живет Достойная молодежь Он обратился к присутствующим С просьбой Быть внимательными Ко всем детям И не оставаться равнодушными К чьим-либо проступкам Люди, которые родили Детей себе Семьи, которые Уделяли чуть больше внимания Своим сыновьям, своим дочерям Чтобы они на своем примере Они показывали Что должен делать Чтобы за него не было стыдно Ни дома, ни в селе И я в силу этого призываю Чтобы не только о своих детях Дорогие наши родители Но и замечая, что чужой ребенок Что-то нашкодил Да, что-то где-то напроказничал Говорили нам в сельскую администрацию Если они напрямую стесняются Подходить к тем родителям Чьи непорядочно ведут Мы бы разбирались бы Собирали бы себя в администрации Этих родителей Вели бы беседу Сейчас, слава Богу Вселенную молодежь Вроде вся порядочная Ведут себя нормально На всякие со стороны администрации Оклики Отзываются Надо и отцов, и молодежь Всех привлекать И воспитывать наших детей Подрастающих Выступил и приглашенный Ветеран труда Отличник народного просвещения Российской Федерации Исмаил Баиев Который на протяжении 45 лет Возглавлял школу Обращаясь к отцам Напомнил Что именно они куют В характере ребенка Им подражают все сыновья И большинство дочерей Давайте скажем честно Дорогие наши папаши Что мы все-таки Не столь много Занимаемся Воспитанием детей Как наши матери Отец должен Приучить Ребенка Ко всему Хорошему С первых дней Его жизни Если Ребенок Не будет прислушиваться К тому О чем говорят Родители Поезд уйдет Бежать за ним Нет возможности Положение отца В обществе Несколько Иное Чем у матери Есть такие матери Которые Вступают Пререкания С отцами В том плане Что ты Слишком строг Но ничего Подобного В этом нет Строгость отца Она Оправдывается Тем Что он Хочет Поставить Своего ребенка На правильный путь Поэтому Мать Должна Согласиться С отцом Отцы Должны Приучать Своих детей Не только Скажем Порядочности Добру Но и Кредигии Отец Глава семьи И он Распоряжается Буквально Всем тем Что нужно И детям И семье Много хороших отцов Которые воспитали Прекрасных детей Но мы не должны Оставать от них Следует отметить Что в этой школе Учились много Известных людей Достойных уважения И являющихся Примером для подражания Один из них Гость мероприятия Глава Прикубанского района Хусейн Казиев Он сам является Многодетным отцом И первым представлял Карачаево-Черкесию На первом Всероссийском форуме Отцов в Москве Его выступление Было встречено Бурными аплодисментами Коллег Из всех регионов России Хусейн Магомедович Никогда не остается Равнодушным К вопросам Воспитания Развития детей Как руководитель Муниципалитета Всегда старается Помочь в решении Вопросов Касающихся школ Он озвучил план Работы в селе На ближайшее время Чем очень обрадовал Присутствующих Это село Родное село Для меня Я его очень люблю Единственное Нам бы Инфраструктуру нашу Улучшить Сделать все Для этого Нужно будет Сделать так Чтобы с детства Полюбил спорт Полюбил культуру Полюбил школу Сегодня Все поворачиваемся Весь район В сторону Ильичевского Это и реконструкция Нашей старой школы Где-то на 75 мест Сельский дом культуры На 300 Спортивный зал Хотелось бы Если следующее Будет футбольное поле Не в этом году А в следующем году Наверное будет С искусственным покрытием Буквально через полтора месяца Будет этот спортзал готов В таком хорошем виде Это все будет в одном дворе Только разные входы будут Справа Сельский дом культуры На 300 мест Слева будет идти На детский садик Иметь детей Это великое счастье Но нужно помнить о том Что ребенок не игрушка И его нужно вырастить Достойным человеком А для этого нужны Сила воли Терпение Знание И главное Любовь Нужно уметь Находить каждому ребенку Индивидуальный подход А также личным примером Заслужить Искреннее уважение Сказала в своем выступлении Директор школы Тамара Исхаковна Следует подчеркнуть Что весь педагогический коллектив Работает именно так А это 27 учителей Основная часть из них Имеют высшую категорию Четыре преподавателя Являются почетными работниками Обшего образования Российской Федерации Несколько человек Удостойны высокого звания Заслуженный учитель Карачаева-Черкесии Есть и отличник народного образования Карачаева-Черкесии В сумме получается весомый И бесценный багаж Многолетнего педагогического опыта Многогранный труд воспитания и обучения детей Большинство которых На сегодняшний день Работает в самых разных сферах Выпускники этой школы Всесторонне развитые Образованные Воспитанные на лучших традициях Народов региона Подтверждением тому были Папы Взрослые мужчины 30-40 лет И так далее Которые при встрече с учителями Проявляли к ним Неподдельное уважение На их лицах можно было увидеть Легкое смущение И прочитать признательность За счастливые школьные годы И нет сомнения в том Что эти отцы Воспитают себе достойную смену В завершении форума Его участники приняли обращение Согласно которому В течение года Учителя и родители Будут работать Совместно по плану В деле воспитания детей Также был избран Новый состав совета отцов А самым приятным моментом Для собравшихся Был мини-концерт Подготовленный учащимися школы Для любимых пап Продолжаем информационно-аналитическую Программу Ракурс Обеспечение доступности Образовательных организаций Является не только Актуальной проблемой для общества Но и приоритетным направлением Государственной социальной политики Изменение представления Государства и общества О правах и возможностях Ребенка-инвалида Привело к постановке Практической задачи Максимального охвата Образованием всех детей С ограниченными возможностями здоровья Признание права любого ребенка На получение образования Отвечающего его потребностям И полноценно использующего Возможности развития Обусловило новейшие инициативы И ориентиры Новой образовательной политики Национальная образовательная инициатива Наша новая школа Так и определила Один из своих приоритетов Новая школа Это школа для всех В любой школе Будет обеспечиваться Успешная социализация детей С ограниченными возможностями здоровья Детей-инвалидов Признание государственной Ценности социальной и образовательной Интеграции детей с ОВЗ Обуславливает необходимость Создания для них адекватного Образовательного процесса Именно в общеобразовательном учреждении Которому отводится центральное место В обеспечении Так называемого Инклюзивного образования Инклюзивное образование Это специально адекватный Образовательный процесс Обеспечивающий ребенку с ОВЗ Обучение в среде сверстников В общеобразовательном учреждении По стандартным программам С учетом его особых образовательных потребностей Главное в инклюзивном образовании Получение образовательного и социального опыта Вместе со сверстниками Говорит исполняющий обязанности Уполномоченного по делам ребенка В Карачаево-Черкесии Армида Джанибекова В республике принимать детей С ОВЗ на обучение Должны все школы Но на сегодняшний день Существует все-таки нехватка кадров Должны быть в школах тьютеры Которые должны сопровождать этих детей И в связи с этой нехваткой кадров Поднимается вопрос Что родителям предлагают Выбрать надомное обучение Но социализация для детей Очень важна И помимо тех знаний, которые получают эти дети Общение со сверстниками Однозначно благотворно влияет На состояние ребенка Еще нужно, чтобы общество было готово К тому, чтобы этих детей Зачастую не сами дети А даже родители иногда высказываются Против того, чтобы ребенок С ОВЗ обучался вместе со здоровыми сверстниками Но если сравнивать отношение общества К этому вопросу Допустим, буквально 2-3 года назад И сейчас То состояние, конечно, улучшилось И небольшими шагами Но мы идем к тому, что Общество принимает И общество понимает то, что Таким детям нужно относиться Так же, как и к здоровым детям А иногда даже оказать какую-то помощь Основной критерий эффективности Инклюзивного образования Успешность социализации Введение в культуру Развитие социального опыта Ребенка с ОВЗ наряду с освоением им академических знаний В результате воздействия многих неблагоприятных факторов За последние два десятилетия Резко возросло число детей С различными формами нарушений Психического и соматического развития Около 5-7% из них Дети с нарушениями генетического характера Результатом которых Являются характерные особенности Их психического и интеллектуального развития По инициативе аппарата Уполномоченного по правам ребенка В республике прошел конкурс Детских сочинений на тему Проблемы детей с ОВЗ По результатам которого Ученица гимназии номер 5 Вера Толстопятова Заняла первое место И, как отметила сама Валерия Такие темы должны всегда обсуждаться И выноситься на общие собрания Так как в силу возраста Может мы сами не додумаемся До того, что эти дети Такие же члены общества, как и мы Я рада, что участвовала в этом конкурсе И стала ближе воспринимать эту тему Нам про него рассказала Евгения Ивановна Моя одноклассница Александра Грушко Она написала сочинение А я решила стихотворение Право на жизнь Это главное право Если родился, живи и расти Радуйся солнцу, земле и забавам Счастью с тобой всегда по пути Если ты вдруг не такой, как все дети Ножки не ходят, не видишь, молчишь Звуков не слышишь, прикован кровати Часто болеешь, совсем не шалишь Как же тут быть? Как бороться с бедою? Есть у тебя и другие права Слово конвенции рядом с тобою Право для каждого существа Будут лечить тебя, милый, бесплатно Купят коляску, коли есть, то нужда Пенсию будут платить аккуратно Только, малана, вот в чем беда С мамой своей ты поедешь лечиться В город далекий, на море, в леса И в санатории не разлучиться Вместе вы будете, вот чудеса А подрастешь и появится в жизни Новое право учиться, малыш Будет тебе специальный компьютер Есть там веб-камера, принтер и мышь Про одиночество ты позабудешь Станет учитель с тобой говорить Будешь писать, отвечать и добудешь Новые знания на мир поглядишь Сможешь учиться ты даже и в школе Если не трудно будет тебе Ведь по здоровью и собственной воле Ты же слегка не уверен в себе Тютер-наставник рядом с тобою Если вдруг помощь нужна Я тебе тайну сейчас приоткорю Есть и психолог, и миссистра Право имеешь на карты и схемы На пиктограммы, пообравило оно Пандусы всюду, и в школе, и дома Даже в беркасе, даже в кино Трудно, конечно, но есть госпрограмма С точным названием «Доступна среда» Мне предусмотрена помощь ребятам Хоть она еще так молода Это не все, есть иные законы Право на отдых, на взгляды, досуг И на защиту, на страхование, усыновление, спасение от мук Право на то, чтобы добрые люди Лаской и словом согрели тебя Чтоб подарили игрушки и книги Словно родного больного любя Чтоб приглашали бесплатные театры Аттракционы и цирки открыв Чтоб пропускали такого ребенка Про длинные очереди позабыв Путь от улыбок и радости звонкой Сердце твое зазвенит Счастье, здоровье больному ребенку Жаль только имя тебе, инвалид По словам учителя Валерии Толстопятовой Евгении Абросимовой Такие темы для сочинений очень важно проводить во всех классах Мы должны взращивать молодежь Принимающие и понимающие чужую боль и проблемы Мы сразу обсудили с детьми Поговорили Я представляла себе проблемы С одной стороны А дети мне очень многое подсказали Они подсказали, какие права имеют инвалиды Например, для меня было откровением, что Дети инвалидов приглашают на аттракционы Дарят там подарки Дают возможность бесплатно кататься Ну, если этот ребенок может Потом они назвали мне другие права То есть я подошла с позиции взрослого человека А дети увидели свое Может быть, какое-то привлекательное В тех льготах, которые предоставляются детям-инвалидам Ну и в этом классе тоже есть Саша Грушко Которая всегда у нас активно участвует во всех конкурсах Она написала сочинения Еще написали два сочинения у нас дети из девятых классов Но эти сочинения, видимо, просто в общей массе Они не выглядели так, как рифмованное произведение Вот я думаю, что, может быть, даже они в чем-то были и достойнее Потому что там одно из сочинений было такое интересное Вот знаете, именно по-детски, трогательное Ребенок рассказывает о девочке, с которой она подружилась О девочке-инвалиде И то, чему она научилась от нее То есть позитивному отношению к миру А в целом, конечно, с этим классом Вот с параллелью восьмых-девятых классов Работать очень интересно Детей творческих много Они охотно откликаются на конкурсы А тем более такая актуальная тема Как дети-инвалиды Которых, к сожалению, становится все больше и больше В нашей жизни Мы перестали этого стесняться Перестали скрывать Раньше это была беда семьи А сейчас люди сочувствуют И это очень радостно Радостно, потому что мы видим Что мир наш становится более жестоким А дети сопротивляются этой жестокости Они стараются быть более милосердными Более открытыми Стараются жалеть И вот, честно говоря, мне как учитель Мне очень радостно все это видеть Потому что это действительно Незащищенная часть населения Дети, они и так по себе Очень уязвимые Каждому из них приходится Свое место в жизни пробивать самостоятельно У нас утрачено Вот это вот товарищеское отношение В коллективе Единство, сплоченность Все-таки потихонечку мы теряем эти позиции И каждому ребенку очень сложно пробиваться А если ребенок болен, ему сложнее вдвойне Вот, поэтому Хотелось бы и посочувствовать этим семьям И помочь чем-то Вот, и когда Протягивают руку помощи Конечно, это очень радует У нас нет пандусов пока Мы над этим работаем Но у нас инвалиды-колясочники Не могут учиться пока У нас вот Достаточно насыщенная школа Перенасыщенная У нас классы есть Больше 30 человек А там для детей Особая программа Там особые условия Индивидуальное место Должно быть и поручни У нас пока такой возможности нет Ну, вот эта девочка Которая у них училась Она ходила Но она просто перенесла очередную операцию Сейчас пока она ограничена мобильно Ну, учителя ходят домой Занимаются И по скайпу занимаются Она такая позитивная Очень веселая девочка Вот, ласковая А вообще, конечно, у нас Дети инвалиды есть И очень жаль, что Таких детей С каждым годом все больше Мы, когда стажировались Вот в Нальчике Нас учили, как работать В новых В условиях новых стандартов Там был один одаренный ребенок Который придумал Казалось бы, простую вещь Лифт для немобильных Или слабомобильных людей И вот он там Совершенно простую конструкцию Придумал для подъемник Куда заезжает колясочник И он поднимается Это все снаружи дома Крепится Мальчик был в пятом Или в шестом классе Это настолько интересно было У него все в чертежах В картинках было представлено Но, оказывается, это у них Вот такой одаренный ребенок Он вместе с группой детей И с отцом проехался Везде по городу Они увидели, где нет пандусов Они составили карту И представили в мэрию Города Нальчика Для мэрии это был сигнал Вот такие активные дети Они помогают двигать Нашу действительность Украшать этот мир Подсказывают взрослым Потому что мы часто в суете жизни Мы не видим этого А дети видят это И чувствуют острее Вот мы у них должны учиться По итогам конкурса сочинений В детский общественный совет При уполномоченном по правам Ребенка в республике Также попал и Салих Барлаков Занявший второе место Мои права в современном обществе Жизнь обещала очень много Любовь, надежду, доброту Но повела другой дорогой И не исполнила мечту На полпути остановилась Споткнулась, повернув назад И истина мне вдруг открылась Вернув на все особый взгляд Жизнь на самом деле Обещает очень много Безымянное стихотворение Из интернета Созвучно моему мироощущению Моим мыслям В настоящее время Каждый десятый в населении Земли То есть более 500 миллионов человек Имеют те или иные ограничения В повседневной жизнедеятельности Связанные с физическими Психологическими Или сенсорными дефектами Среди них не менее 150 миллионов детей Каждая четвертая семья Сталкивается так или иначе С проблемой инвалидности Развитые цивилизованные страны Стремятся решить социальные проблемы Связанные с ростом числа лиц С ограниченными возможностями Все права детей всего мира Записаны в конвенции О правах ребенка Этот документ приняла 20 ноября 1989 года Организация объединенных наций Дети-инвалиды Проживающие на территории Российской Федерации Имеют те же права Что и дети с неограниченными возможностями Все мы, а также дети-инвалиды Имеем право на жизнь А это неотъемлемая составляющая Наших прав и возможностей Мы все имеем одинаковое право На образование На медицинскую помощь На отдых и досуг На свободное перемещение На всестороннее развитие И уважение человеческого достоинства Право на личную жизнь Из конвенции о правах ребенка Согласно конвенции Каждый из нас Даже в чем-то неполноценный Должен жить в условиях Не унижающих наше достоинство Я хочу обратиться к детям Чья боль мне близка и понятна К детям Перед которыми стоят Казалось бы Недосягаемые вершины Необходимые преодолеть К детям Которые порой прилагают Огромные усилия над собой Чтобы воспользоваться Своим правом На полноценную жизнь Ведь это не так-то легко Поднять свое обездвиженное тело И пересесть в коляску С помощью которой Ты можешь свободно перемещаться И воспользоваться Одним из своих прав Либо ты не слышишь звуки И с трудом прилагая для этого Немалые усилия Стараешься прочесть сказанное По губам или жестам Учителя в школе Если у вас опускаются руки И нет сил ни на что Вспомните об исторических личностях И знаменитых современниках С физическими недостатками Прославившихся на весь мир Например Михаил Суворов Писатель и педагог Живший во второй половине 20 века Когда ему было 13 лет Он потерял зрение от взрыва снаряда Но это не помешало ему стать Автором в 16 сборников стихов Многие из которых получили широкое признание Михаил Суворов также преподавал В школе для слепых Перед смертью ему присвоили звание Заслуженного учителя Российской Федерации Среди популярных спортсменов Мне хочется выделить Эрика Байхенмайера Который, будучи смелым Первый в мире забрался На вершину грозного и могучего Эвереста Скалолаз стал незрячим еще в раннем детстве Однако сумел получить хорошее образование и профессию А самое главное спортивный разряд По приключениям Эрика был снят фильм под названием Коснуться вершины мира Новость о том, что на конкурсе Евровидения В прошлом году Россию представляла 27-летняя Юлия Самойлова Вызвала неоднозначную реакцию в обществе Дело в том, что у девушки первая группа инвалидности И большую часть жизни она передвигается в коляске В 13 лет ей поставили диагноз Спинальная амитрофия Вердинга Гоффмана Артистку не допустили по другим причинам к конкурсу Но она воспользовалась своим правом Ее талант общепризнан Она принимает участие в концертах современной эстрады Наравне с обычными людьми Ясно, но жалости и снисхождения инвалиды к себе не ждут Перечислить людей с ограниченными возможностями В одном небольшом школьном сочинении невозможно Но хочется сказать, что это люди, которые добились успеха При помощи государственной поддержки Воспользовавшись своими правами Каждый из этих людей демонстрирует свое мужество и силу Их истории должны стать эталоном Символом храбрости и целеустремленности Ведь все дети имеют право на это Вне зависимости от расы, вероисповедания, цвета кожи, наличия инвалидности и так далее И когда опускаются руки И порой кажется, что весь мир против вас Вспомните об этих героях и о своих правах Двигайтесь дальше Мы все одинаково право имеем Учитель русского языка и литературы В 19-й общеобразовательной школе Мадина Барлакова И мама Салиха Отмечает, что тема сочинения затрагивает много насущных для всех семей тем О конкурсе нам сообщил заместитель директора Предложила всем русоведам поучаствовать в этом конкурсе Мы провели сначала внеурочное мероприятие Немножко ознакомили детей с их правами С правами такими же равнозначными, равноценными правами детей инвалидов Провели мероприятие, дети заинтересовались Было много вопросов Постаралась ответить на их вопросы И было домашнее задание Соответственно, мои права в современном обществе Права детей инвалидов Дети отнеслись к этому заданию серьезно Написали практически все дети Мне хорошие сочинения Начала проверять Конечно, были где-то ошибочки Где-то корректировать надо было Но изумительное сочинение было только у одного ученика И приняли на метод совета Решение, что именно сочинение этого ученика Мы отправим на конкурс Мы были очень рады известию, что ученик наш занял второе место Ученик сам амбициозный Стремится именно в эту правоохранительную сферу И мечтает поступить именно в эту сферу Учиться и работать Да, все предусмотрено именно для обучения детей С ограниченными возможностями в нашей школе То есть детки могут в сопровождении опекунов или родителей Посещать нашу школу У нас подъемник существует для таких детей Для детей-колясочников на первом этаже То есть их могут посадить в этот подъемник И на любой этаж нашей школы они могут подняться Перемещаться они могут здесь свободно Потому что у нас здесь и проходы, и пандусы Все соответствует нормам Свободно перемещаются, дети учатся Так же, как и обычные детки У нас дети есть колясочники, которые посещают уроки Приезжают вместе с опекунами и учатся Все как у всех Они не чувствуют себя ничем ущемленными Они точно так же на уроке учатся, занимаются, развиваются Им очень все интересно И они даже чувствуют разницу в обучении дома И вот обучение в обществе, в школе Им нравится посещать нашу школу Ну, живое общение ничем не заменить Конечно, общение с учителем в классе не заменить ничем На уроке обычно человек, который приезжает с этим ребенком Тютер, который помогает ему передвигаться по помещению Обычно учитель выходит в коридоре, сидит Иногда заходит здесь, сидит в кабинете Присутствует на уроке То есть помогает выложить все из портфеля и так далее То есть каким-то физическим помогает что-то сделать ребенку Но, вы знаете, я заметила такую особенность у наших детей в нашей школе Прежде чем приготовить себя к уроку Дети постараются приготовить этого ребенка Они очень отзывчиво к этой проблеме относятся И я очень рада, что наши дети с сочувствием, состраданием И относятся к таким детям И в первую очередь постараются его провести в класс Его привезти, посадить, приготовить Наоборот, хотят детей инвалидов ввести, внедрить в общеобразовательные школы Чтобы они учились с детьми в одном классе И общались с этими детьми Мне кажется, что это правильное решение И такие дети лучше развиваются, лучше усваивают новый материал Они больше начинают ценить жизнь, больше видят И они стараются помочь ребенку всячески Даже к концу урока Вот время близится к концу Я задаю домашние задания Дети в первую очередь достают ему дневник Раскрывают, записывают, помогают То есть дети же медлительные, с ограниченными возможностями детки Они записывают в первую очередь ему дневничок То есть тьютер, который приходит с этим ребенком Наши детки стараются помочь всячески Кто во что гораст Благодаря таким конкурсам Тема детей с ограниченными возможностями здоровья Приобретает широкий резонанс Все больше и больше детей с ограниченными возможностями здоровья Приобщаются к условиям обычных школ А для них создаются инклюзивные обучения При этом необходимо отметить Что в настоящее время В школах активно реализуется Долгосрочная целевая программа «Доступная среда», которая предусматривает Создание полноценной, безбарьерной среды Для детей-инвалидов Обеспечение их права на получение образования И полноценное участие в общественной жизни Центральная избирательная комиссия Российской Федерации сообщает 18 марта 2018 года состоятся выборы президента Российской Федерации Голосование будет проводиться с 8 утра до 8 вечера по местному времени Ждем вас на главных выборах страны 18 марта 2018 года состоятся выборы президента России Если в этот день вы будете далеко от дома То сможете проголосовать на любом удобном для вас избирательном участке Для этого заранее подайте заявление о включении вас в список избирателей по месту нахождения Подробнее на сайте цикрф.ру Голосовать легко На этом информационно-аналитическая программа радио Карачаева Черкесии Ракурс подошла к концу Программу провела Альбина Ухтова Звукорежиссер и оператор монтажа Мурат Аджиев Мы с вами прощаемся Желаем вам хорошей рабочей недели Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok